Снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас было обновление Fortnite и в магазин добавились некоторые новые скины, в частности вот Седотодороки, клинки, температурные, неформа академии, стихийный дельт, также добавились Мина Асидо, Эйдзиро Киросима, кислотный топор, танец культурного фестиваля, ну какое-то аниме вступление так вот судя уже по тембру музыки и какие-то разбиватели бунтаря. Скины к сожалению и все это такое платное, но зато в связи с этим появились новые задания. Их тут немного, всего 8 штук. Наверху написано, что выполните 6 заданий и получите сразу целый левак, а так задания не дают ничего, ни скинов, ни оберток, не дают каждый по 20 тысяч опыта. Давайте попробуем выполнить эти задания, посмотрим, что это вообще такое будет. И значит, задания у нас такие. Задание деку. Нанести противникам урон ударом деку. Надо сделать 500 урона. Подберите удар деку, появившийся после устранения противника. Понял, то есть кого-то нокнуть и, видимо, если у этого противника он был или, может быть, он по-любому дропается, вряд ли. Наверное, надо, чтобы у противника он был на руках. Помогите обыскать грузы с припасами от онмайта. Преодолеться расстояние по воздуху. Ну, наверное, это фигня. Есть вопрос, когда с автобуса прыгаешь. Это уже будет засчитываться или только после приземления? Тогда, если ты в воздухе. Так, и задание от омироки. Нанесите огненный урон строением. Понял. То есть, я так понимаю, делаешь застройки или свою, или как чью-то. Кидаешь это в коктейли с репичков. Или строением, имеется ввиду, просто каким-то постройкам. Ладно, протестим. Овладите техникой ледяной стены Тодороки в разных матчах. Ну, переживите противников. Тут все понятно. И разместите ледяную стену Тодороки. Так, и главное, главное, ничего не показано. Никаких меток. Окей, окей. Посмотрим, посмотрим, что вообще с этого выйдет. Так, ну, самое первое. Вот я уже лечу. Ну, просто прекрасно. Тут даже вообще париться не надо. Сколько я уже сразу наберу. Так, все еще идет. Вон, почти две штуки. Ну, это задание вообще просто плевое. Я думаю, над этим заморачиваться вообще не стоит. Так, ледяная стена Тодороки мне попалась не из ящика, а просто так. Так, вот, я ее овладел. О, привет, чел. Чего он вообще делает? Фух, нифига себе! Разместите ледяную стену сразу тоже сработало. Главное за три. А, понял. То есть, в три разные стороны. Так, ясненько. Значит, получается, как у нас? То есть, подобрать в трех разных матчах. Разместиться так. Разместим еще раз. Все, пять. Значит, получается, одна стена сразу срабатывает за три. Окей, окей. Уже хорошо. Так, значит, запомним, что ледяная стена, она может спамниться абсолютно где угодно. Вот сама по себе. Прикольная тема. Ва! Ну, вот это вот задание обыскать грузы с припасами Олма, это такой же символ, да, похож или абсолютно такой же, какой был на этом, на Драгон Болл. Я так понимаю, что это вот это. Вот это вот грузы. Сейчас, надо будет туда сбегать и глянуть. Ну, это, походу, оно и есть. Так, обыскиваем. Да, так и есть. Вот это припасы Олма, это... Алло, Альберт, привет. А, Саня, слушай, так смотри. Получается, ты действительно хочешь подарок, или ты так сегодня вот все вот это вот делал, просто прикола ради? Ну, прикола ради, но я не знаю, да, можно, конечно же, подарок, но... Не, понимаешь, можно и хочу, это два очень разных слова. Угу. Че, подожди, я при Сталика приглашу, хорошо? Не надо, категорически не надо. Не-не-не. Подожди, я тогда в канал игры зайду и скажу, хорошо? Сейчас. Давай ты потом пойдешь, окей, Саня? Ок. Сначала, как бы, мы сейчас с тобой все сделаем, и тогда лети белым лебедем кому угодно. Вот, Саня, смотри, ты для начала выйди в лобби. Угу, все, хорошо. Смотри, ты мне можешь сказать такую тему? Угу. Вот насчет твоего Эмиральда. Вы же с ним там прям, друзья, не разлей вода там, пипец. О, нет. И теперь ты советуешь, зачем ты его удалить? Нафига. Он заставляет всех просить у него подшения? Ни за что? Он меня не заставлял. Кроме тебя. Да. Подожди, а как же эта категория, ребята, давайте жить дружно, или это уже не модно? Это уже не модно. Ну, я так и думал. Слушай, а как тебе новые задания, вот эти анимешные? Нормально. Я их только не читала. А, ясно. Но я так пытаюсь помаленьку выполнить. Окей, Саня, смотри, какой ты хочешь себе подарок? Сколько улыбаться? Ты имел в виду или Майлз Моралес, да? Не, ну а можно что-нибудь сколько улыбаться? Или вот этот, как его, вот этот анимешный? Сурикатик. Да, или вот этот новый сурикатикообразный. Ну, так а к чему душа больше лежит? Ага. Сейчас посмотрим. Ну, Майлз. Нет, сейчас посмотрим Майлз и вот этот, да, у нас есть. Где-то он стоит. Ну, слушай, слушай уже. Даже не знаю. Ну, уже определись. Слушай, а можно спросить? Можно, спроси. Кастомку можно? Или нет? Кастомку? Нет. Насчет кастомки ты ничего до этого не говорил. Так что выбирай или сурикатикообразного, или Майлза. Хорошо. Сейчас. Посмотрим. Ну, Майлз тонкий. Сурикатикообразный нет. Давай Майлза. Подожди, стой. Сурикатикообразный, он тоже тонкий. Не очень. Слушай, а как ты думаешь, если сурикатико вот так уже сделал только его прическу, покрасить половину белого, а половину оставить такого же, какого у него есть, ему пойдет? Не знаю, типа как Никоглай. Ну, типа того. Не знаю. Так, кстати, а почему именно Майлз Моралес, а почему не Человек-баук 2099? Ну, во-первых, он, ну вот именно тут он выполнен как-то, ну, такой. Через жопу, ты хотел сказать. Да. То есть, как-то тебе 200 лет не спалывает. Сейчас, хорошо. Ну, знаешь, он вот там в мультсериале, да? Здесь все вовремя-то много. Знаешь, он в мультсериале, ну, он более, знаешь, какой-то красивый, что ли, глянцевый, а тут он, ну, непонятно какой. А вот Майлз, он очень прикольный, особенно который в шлеме. Ну, ясненько. Ну, Саня, смотри, поменяй тогда себе что-нибудь в шкафчике и по идее, наверное, у тебя уже подарок пришел. Или просто зайди в шкафчик, посмотри, у тебя из новых должен быть этот Майлз. Да, все, пришел. Это не он, если что, это какая-то телка. А, вот теперь да. Ну, как, Саня, скажи, ты немного доволен? Очень доволен. Ну, вот и хорошо. Ты можешь отойти к кристаллику, да, ну, и показать, да, что тебе сегодня очень-очень, так вот, немножко повезло. Повезло. Ну, окей, Саня, давай, еще глядишь, увидимся. И удачи тебе. Ну, давай, пока. Пока. Значит, что мы имеем? Получается, вот, все от начала до конца, но одно задание у меня уже выполнено. Значит, пережить противников, понятно, любой режим, ну, конечно, кроме творки, это набежит. Ну, я не знаю, кто сколько может выдержать. За несколько каток точно набежит. Значит, овладеть и техникой ледяностной стеной Тодо Рокки в разных матчах, понятно, спамится где угодно. Наверное, вот в этих вот дропах, которые от All Might, наверное, они там тоже есть. Но, тем не менее, надо обязательно взять ее в карман в трех разных матчах. Тоже как бы easy. Так, это я еще не протестил, но я так понимаю, что можно взять этих светлячков и что-то поджигать. Но до этого надо будет еще дойти. Так, ну расстояние по воздуху понятно. С автобуса выпрыгиваешь. Остальное можно не считать. Тоже будет за несколько. Так, обыскать грузы с припасами. Я бы сказал с припасами. С припасами All Might тоже понятно. То есть они, я так понимаю, после первой или после второй зоны начинают эти дропаться. груза, подбегаешь, обыскиваешь. Так, осталось вот еще вот эти два задания. Сейчас этим, пожалуй, я и займусь. Привет, Глеб. 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 Глеб, слушай, твой профессиональный гордин сказал, что ты действительно хочешь какую-то кастомку. Это так? Да, так. Да, но кастомок много. А какую конкретно хочешь ты? Ну, сейчас, подожди-ка секунду. Сейчас. Ну, скорее всего, космику. Скорее всего, космику. А если уберем вот это, скорее всего? Космику. Если убрать скорее всего, то космику. Точно космику ты хочешь? Точно космику. А почему именно ее? Ну, я не знаю. У меня был этот бошад в аккаунте. Ну, на том. Не было, да. Ясно. То есть, ты считаешь, для тебя вот это прям самая имба? Ну, да. Ну, ясно, ясно. Ну, окей, Глеб, смотри. Ты тогда зайди в шкафчик и посмотри. По идее, она у тебя должна уже быть. Уже? Неожиданно? Так. Так, так, так. Я не вижу. Так видишь или не видишь? Не вижу. Ну, может поменяешь что-то в шкафчике тогда? Ну, сейчас, например. Вот я скину. Так. О, закажала. Так. Да, все, появилось. Есть. Примерь. Вот. Сейчас. Ну, вот видишь, нормально. Да. Передаю Гордею вообще, да, что он как бы сегодня и вчера очень даже хорошо помог. Угу. Ну, я надеюсь, Глеб, ты тоже немножко доволен. Да, конечно. Ну, и прекрасно. Ладно, Глеб, давай, пока. И удачи тебе. Давай. Тебе тоже. Пока. Пока. Хочу проверить такую теорию. А если канистру взорвать, это будет считаться как огненный урон строением? Так. Поставим метку. Отслеживать. Угу. Так. Ну, огонь-то пошел в строение. Да, так и есть. Урон пошел. Ну, значит, стопудово. То есть, в самом прямом смысле нужно зажигать. Это не обязательно, что была какая-то вражеская или ваша застройка. Это можно делать и в нулевке. Конкретно поджигаешь какие-то дома. Ну, на ловца и зверь бежит. Заодно и это есть. Добавим. Окей-окей. Так. Ну, в плане зажигания с этим заданием тоже все понятно. 5 тысяч набежит? Нет. Да. Нормально. Задание выполнено. Так. Снова облутал и выполнен еще одно задание. Так. Ну, кто? Дарт Декор. Кто-то тут рядом со мной сейчас бегал. Пробую еще раз нанести в рон. С одной стороны, получается, если вот они видят, что у меня в руке этот удар Деку, дабы исполнить вот это вот задание, вполне возможно, что я буду первой мишенью. Ну, хотя... Вряд ли, что тут все это так очень серьезно. Так. Где? Где? Вот тут, на. Кто-то файтится. Активно файтится, я слышал. Есть. Ух, нифига. Он дамажит-то хорошо этот удар Декова. То есть, если правильно попасть, видимо, 200 и больше. Ясненько? Ну, по крайней мере, известно, сколько дамажит и как это делать. То есть, осталось последнее вот это. То есть, надо, чтобы этот удар Деку, как сейчас у меня, был на руках. Устраняешь такого противника и подбираешь его. Да, вот это, конечно, весьма, весьма... Ну, не то, что тяжело. Я считаю, это по большей части на удачу. Тем более, их всего лишь три. Думаю, что эти Деки используют очень быстро люди. Привет, Кирилл. Привет, Альберт. Слушай, Кирилл, скажи, ты еще, получается, не видел, да, вот эти новые задания, или ты уже в них поиграл? Задания, врач бы играл немного. Ну, понятно. Слушай, так я вот не понимаю. То есть, ты себе хочешь какой-то скин или на самом деле не хочешь? Не, я хочу. До этого мы, как бы, смотри, обсуждали с тем же, с Майориком. В оконцовке он принял решение, что да, действительно он хочет. А ты мне то тогда говорил, да, то нет, то опять не хочу, то опять хочу. Надо определяться. Ну, по сути, я хочу. Я хочу. По сути. Да, хочу. И какой скин ты себе хочешь? Ну, наверное, Майлзу Моралезу. Вот прям именно хочется. Кирилл, вот опять вот это слово «наверное». Давай вычеркнем слово «наверное». Потому что «наверное», смотри, давай я тебе переведу. Если ты говоришь «наверное» Майлз Моралез, значит, или Майлз Моралез, или может что-то другое. Ну, давай Майлзу. Вот ты на все сто процентов определился. Да. Ясно. Ну, чисто теоретически, конечно, можно. Слушай, Кирилл, у меня вот к тебе такой же вопрос, который я сегодня задавал и тому же Сане. Скажи, а вот почему именно Майлз Моралез, почему не этот, не «Человек-паук-2099»? Ну, не знаю, типа, Майлз Моралез мне больше, как бы, нравится. Просто потому что он персонаж, ну, как бы, в мультике, как бы, я смотрела, он более добрый. Ну, типа, «Человек-паук» мне он не сильно нравится в «1099», как бы. Не прям уж такой, как бы, интересный своим раскрасом, ну, и просто, как бы, фигурой. Мне больше Майлз нравится. Слушай, Кирилл, а «Человек-паук-2099» это Питер Паркер тоже, да? Или нам вообще хрен знает, кто? Я вот сам, вот он тоже, фиг знает, кто это. Я вообще не знаю, кто. Типа, в мультике я смотрела, у него вообще лицо ни на какого персонажа не похоже. Это новое лицо. Ну, предположим. Окей, проверь шкафчик или поменяй что-то, и, по идее, у тебя уже должно быть. Ну, в шкафчике пока что ничего нет. Поменяй чего-нибудь. Например, скин поменяй. Любой, но любой. А, все поменял. Да, все появился. Надень. Спасибо. Пока еще не за что. Ура. Ну, теперь есть за что. Ну, Кирилл, я надеюсь, ты тоже немножечко доволен. Да, конечно. Да, слушай, а вот у меня к тебе еще один вопрос. Я такое слышал, что ты изначально больше хотел какие-то кастомки. Но когда вышли вот эти опять Майлза Моралес, эти паучки, то выяснилось, что ты все-таки предпочитаешь Майлза больше, чем кастомки, да? Ну, кстати, да, да, да. А почему? Немножко. Ну, не знаю, просто как бы персонаж, как бы мультика, это неинтереснее кастомки. А, то есть, как бы смотри, Майлз Моралес это звезда, а кастомки это, ну, окей, да, она типа кастомка, но не более того, это просто Fortnite. Угу. Ну, так да. Ясненько. Ну, окей, Кирилл, я очень доволен тем, что ты обрадован. Да. Давай, Кирилл, пока, и удачи тебе. Окей, спасибо, давай. Давай, пока. И что они там повисут? Так, тогда я туда красную метку. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда хоть летишь, надо. Ну, сюда, сюда, куда ты поставил. Мне кажется, не засчитают так. Я так думаю, что засчитают. Подберите удар в деку, появившись после устранения противника. Противник устранен. Из противника она выпала, да, ну и что? Главное, что она выпала из противника. Поэтому я так думаю, что сработает. Так, подбираю. И это подберите? Ну? Да, сработало. Ну, Гордикус, молодец. Так что, Гордикус, все как бы норм. Погодь, Гордик, давай, давай, вот это и покидаемся еще. Эти хренью. Дай пробовать. Дай пробовать. На, попробуй. Хотя нет, пробуй ты, пробуй ты. Я уже пробовал. У меня пять дамага осталось. Я уже знаю, что это такое. Вещь, на самом деле, очень классная. Попробуй. Да, последнее задание, конечно, мне далось что-то тяжеловато. Но, в целом, вот я все выполнил. Но переживите противников, это, конечно, изя. По крайней мере, как мы сейчас убедились, то есть, главное, чтобы эта сфера выпала из убитого противника. То есть, противник ее подбирает. Не важно, кто ее нокнет. Я так думаю, даже если нокнул кто-то вообще чужой отряд, а ты пробегаешь, так видишь чей-то лот. Подбираешь, и все, задание сработает. Ну, нормально. Нормальное задание. Только жалко, что за них дают только XP. Могли бы дать, не знаю, ну, хотя бы там какие-то оберточки, что ли. Ну, чел, здорово. Привет. Слушай, ты, я слышу говорящий, только немножко хреново, да? У тебя там что-то с микро или... Да. Сейчас, погоди, я тебе погромче сделаю. Давай. О. Слушай, у меня к тебе такой вопрос, да? А вот ты такой себе аккаунт, никнейм делал вообще, ты долго думал? Или ты действительно темный лошара по жизни? Ха-ха. Ну да, я так шутку сделала. Классная у тебя шутка, но это чисто кринч на самого себя, лично я считаю. Хотя... Ну да, да. Были у меня аккаунты поинтереснее. Слушай, я так понимаю, что ты себе хочешь один маленький паршиненький подарочек. Да, все правильно. И какой же, например, БП? Да, очень хочу. Ты вот серьезно? Хочешь себе БП? Да. Он тебе нравится? Или просто хочешь, потому что вот что-то подарили? Очень. Нет, я хочу БП, потому что там очень классные скины. Вот карась на стероидах вообще. Ну это да, да. Слушай, ну я тебя же лошара не буду называть. У тебя человеческое имя есть? Да. Как зовут? Андрей меня зовут. Андрей, ясно. Слушай, Андрей, а ты вообще давно в Фортнайте? Сколько ты играешь? Ну я играю с семнадцатого сезона. Угу. До этого с игрой вообще не был знаком? Ну я заходила еще в тринадцатом сезоне, но мне она тогда не понравилась, и я ее забросила. Ты с компа играешь, да, я так понял? Да, да. Да. Ясненько. Ну смотри, Андрей, короче, зайди тогда в шкафчик и поменяй что-нибудь себе, и по идее подарок уже должен быть. О, фига себе. А тебе уже пришло? Шустро. Ну, примерь тогда что-нибудь себе из боевого пропуска. Спасибо. Вот это прикольно тоже. Спасибо большое. Да пожалуйста. На карася уже хватает у тебя звезд? Так, сейчас посмотрим. Да! Или нет? Вроде хватает. Ну даже если нет, то докупишь. Не, наверное да, у тебя уже сорок девятый левак. Да. О, да, хватает. Ничего себе. Да, все. Ну вот, нормально. Спасибо. Да пожалуйста. Как долго тебя ждал. Спасибо тебе. Меня некоторые по полтора года ждут, даже больше. Ну да, я знаю. Бывает как бы всякое. Ну, считай да. Тем более мне так хотелось посмотреть, кто скрывается под этим аккаунтом. Хотя скажу честно, я бы себя так никогда не назвал. Но, еще раз говорю, я не осуждаю. Каждому свое. У меня как бы чел один есть, у которого аккаунт там 55 сантиметров так и называется. Ну окей. Если у него настолько он этим хвастается, он этим гордится. Молодец. Хотя, кстати, он даже у меня как-то на стриме был. Тоже говорил типа, это прикол и ради. Ну, прикол и прикол. У каждого свой прикол. Ну да, да. Ну окей, Андрей. Рад, что ты зашел. Давай, удачи тебе. И, может быть, еще увидимся. Давай, пока. Удачи. Давай, пока. Ну вот, на сегодня, я так понимаю, все. Счастливчики были. Задания выполнили. Посмотрим, посмотрим, что у нас будет. Будет, будет. Кстати, да. Ну, вихи. Вот эти, ну не вихи, точнее, фрагменты. Я вижу опять все банальное. Куча XP на авторских островах. А здесь можно, конечно, как-нибудь что-то посмотреть. Но больше мне теперь интересно, что будет на следующей неделе. Ну, а пока на сегодня все. Большое спасибо всем, кто участвовал. Большое спасибо Гордей Горинов, который помог мне с последним заданием. И большое спасибо тем, кто смотрит мои видосы. С вами был я, Алберт Мадера. Всем удачи. И всем пока.